В этом эпизоде мы покажем, как создать свой набор инструментов для брендинга в приложении Canva. С помощью Canva для некоммерческих организаций вы можете создать свой собственный набор инструментов для брендинга. В меню слева выберите набор для брендинга. Здесь вы можете загрузить все логотипы, которые вы собираетесь использовать в своих дизайнах. Здесь у нас есть логотипы TechSoup, логотипы наших проектов и наших партнеров. Чтобы загрузить больше, вы просто нажимаете на кнопку «плюс» и выбираете нужное изображение из своей собственной библиотеки. Здесь не только те логотипы, которые у вас всегда есть в папке. Вы также можете использовать свои фирменные цвета и даже несколько цветовых палитр. Вот фирменные цвета TechSoup. И это вторая палитра нашего проекта Meet&Code. Вы можете легко изменить название. Просто нажмите и напишите. Легко загрузите новый цвет, используя «плюс» и указав номер нужного вам цвета. Например, вот этот. И он у нас есть. Чтобы удалить его, вам просто нужно нажать кнопку «крестик», и он исчезнет. Третье удивительное преимущество — это ваши фирменные шрифты, из которых вы можете добавить три основных шрифта для заголовков, подзаголовков и текста. Если есть шрифты, которые вы не можете найти в Canva, вы всегда можете загрузить свой фирменный шрифт из файлов со своего компьютера. Поэтому, когда вы все это сделаете, все настройки, проверьте, насколько легко создавать дизайн, когда вам не нужно все время искать свои фирменные цвета, шрифты или логотипы, потому что все уже находится под рукой. Давайте, например, создадим первую страницу презентации. Открывается пустая, абсолютно белая страница. Давайте используем наш фирменный стиль. Здесь слева есть кнопка «Логотипы» со всеми логотипами, которые вы используете. Давайте найдем логотип TechSoup Europe. Вот он. Мы можем использовать вот этот белый. Поместим его в нужное место на дизайне. Я хочу изменить фон, поэтому я нажимаю на фон и перехожу к этой палитре цветов. Как вы видите, у меня уже есть набор фирменных цветов или цветов проекта, а также некоторые другие. Давайте добавим вот этот синий. Нет, теперь логотип не виден, так что давайте удалим его и используем один из папки «Логотипы». Белый. Вот он. Смещаем его вправо. Теперь я могу добавить немного текста, так что давайте нажмем на «Дизайн» и нажмем «Т». Теперь я могу написать «Техсуп Europe». Вы его не видите, я тоже. Так что давайте увеличим его с помощью моей мыши или отредактируем с помощью редактора, который находится здесь, в верхнем меню. Давайте увеличим его. Это фирменный шрифт «Техсуп Europe»? Давайте проверим. Вы всегда можете изменить его вот здесь. Как видите, здесь представлены недавно использованные шрифты. А ниже вы можете найти фирменные шрифты, среди которых «Реплика Pro Bold», «Реплика Pro Regular», «Хельветика Light», как было установлено в наборе для брендинга в самом начале. Давайте изменим его. Вот так. Снова меняем цвета. У меня есть целая палитра цветов «Техсуп». Давайте сделаем его белым и легким. Мне не нужно искать рекомендации по брендингу в файле, открывать его, искать правильный цвет, правильный шрифт. И мне не нужно каждый раз загружать наш логотип, потому что все уже настроено здесь, в приложении Canva. Теперь давайте сделаем это изображение шаблоном, который члены моей команды смогут использовать в будущем. Может быть, он не самый красивый. Давайте добавим в него еще несколько элементов. Элементы находятся здесь, слева. В «Техсуп» наш фирменный знак представляет собой круг. Поэтому мы поместим несколько кругов, конечно, фирменного цвета. Скажем, что это шаблон для начала наших презентаций. Как это сделать? Я создаю его, затем нажимаю на три точки, вот здесь, в правом верхнем углу, и ищу кнопку под названием «Шаблон». Вот она. Нажмите на шаблон, и вы сможете опубликовать его в качестве шаблона в выбранной вами папке, которую вы уже создали для своей команды. Это не Twitter, не YouTube. Это TechSoup Europe. Поэтому добавляйте и публикуйте. Я могу тоже проверить, как это выглядит. Просмотреть шаблон. Как вы видите, я уже нахожусь в нашей папке под названием «Шаблоны». Вы найдете все папки здесь, слева. Все ваши папки. Там есть папка «TSE». И давайте изменим название «Шаблон презентации TechSoup Europe». Он уже здесь. Я могу поделиться этой ссылкой с членами моей команды. Они могут нажать и использовать ее. Или я могу поделиться ею с графическим дизайнером. Или другой участник может отредактировать этот оригинал и добавить новые страницы. Итак, это мне подходит. Я могу использовать его. Это копия. Поэтому она никем не будет изменена. Но если я вернусь и захочу отредактировать оригинал, тогда мне придется скопировать страницу и добавить несколько новых знаков или что-то изменить в качестве второго варианта для начального слайда. Например, вот так. Дайте мне секунду. Он немного великоват. Так что давайте сделаем его красивее. Этот, возможно, будет синим. Темно-синим. И как вы видите, это шаблон TechSoup Europe PPT. Поэтому, когда я закрываю его и обновляю веб-сайт, теперь у нас есть две страницы, доступные для использования членами моей команды, кому бы он не понадобился. И я нажала «Редактировать». Так что это копия, а не мой новый шаблон. Это будет дизайн, который я смогу найти в своей папке «Последние проекты» или «Все ваши проекты». Да? Вот он. О боже, он открывался пять раз. Почувствуйте разницу. Это очень удобно для команды, если у вас есть разные шаблоны для разных соцсетей, разные маркетинговые проекты здесь, в папках. Вот заказ. Я точно знаю, что я хотела бы опубликовать в Инстаграм, когда у нас есть отзыв клиента. Некоторые инструменты, продвижение вебинаров. Для каждого из них есть разные шаблоны. И мне не нужно каждый раз создавать их с нуля, потому что здесь уже все есть. И когда к нам присоединяется новый волонтер или новый сотрудник, им не нужно думать, какой дизайн подготовить, потому что каждая страница – это бренд. У большинства организаций есть наборы для брендинга, и у каждой организации должно быть несколько шаблонов, которые люди смогут легко узнать по вашим цветам, шрифтам и дизайну. Вы можете создать их здесь, в своих папках, и каждый сможет использовать их. Таким образом, это намного удобнее, проще и быстрее для вашей организации и для вас в вашей повседневной работе. Если вам понравилось это видеопособие, следите за тех суп-юроп в соцсетях, чтобы получать больше образовательного контента. Мы облегчаем работу активистам и некоммерческим организациям, предоставляем доступ к технологиям, ресурсам и сообществам. Редактор субтитров А.Семкин